Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать, как пользоваться P2P торговлей на бирже Binance. Что такое P2P торговля? Это обмен, грубо говоря, ваших денег на криптовалюту, либо криптовалюту на ваши деньги между реальными людьми. Так, что нам надо сделать? Сперва пройти регистрацию и верификацию на бирже Binance. Если еще не проходил регистрацию, то переходи по ссылке в описании. Если еще не проходил верификацию, то надо ее пройти. Так как это твоя безопасность и открывается много других функций, если ее проходишь на бирже Binance. Если возникнут трудности, то напиши мне личное сообщение, я тебе подскажу, что и куда нажимать. Хорошо, после этого, как мы прошли регистрацию и верификацию, нам надо добавить свою карту, то есть способ оплаты. Нажимаем на вот этого человечка слева сверху. Это все можно делать с компьютера, но я покажу вам, как это все делать с телефона. Если будут просьбы, то сделаю еще и обучающее видео с компьютера. Нажимаем на способы оплаты. После этого способ оплаты для P2P. Как видите, у меня пишет добавлено, там уже есть моя карта. Поэтому нажимайте, вписывайте номер своей карты и вписывайте банк. После этого, как мы это сделали, что нам надо теперь делать? У нас есть, допустим, USDT, который мы хотим перевести, в моем случае, в гривны. Мы нажимаем на кошелек. Как видите, здесь есть кошелек P2P. То есть нам надо со спотового, как в моем случае, кошелька перевести на кошелек P2P и после этого уже там обменять на гривны. Я нажимаю на P2P. Нажимаю на перевод. Еще раз перевод. И, как видите, у меня есть из P2P на спотовый. Мне надо поменять местами. Нажимаю вот справа. И здесь пишет теперь со спотового на P2P кошелек. Я нажимаю другая валюта. У меня есть USDT. Нажимаю на USDT. Как видите, всего лишь 23 доллара. Вписываю. Так и вписываю. 23. И подтвердить перевод. Все. И есть у меня уже мои деньги на P2P кошельке. Что я делаю дальше. После того, как мы перевели наши средства на P2P счет, нам надо перейти на главную страницу и нажать на P2P торговля. Что мы здесь видим? Мы можем купить криптовалюту и продать ее за обычные деньги. Мы будем продавать криптовалюту, поэтому нажимаем на кнопочку продать. Как видите, у нас есть люди, которые покупают крипту. Справа мы можем видеть, сколько у них сделок и сколько успешных сделок. Также, сколько они крипты покупают и какая минимальная сумма для продажи. То есть, на какую минимальную сумму они готовы купить у вас криптовалюту. Также ниже вы видите способы оплаты, через которые люди принимают. У меня сумма небольшая, поэтому я ищу минималку. И чтобы был перевод по карте, который мне подходит. Вот здесь я вижу, обмен Днепр называется. Нажимаю на него, сразу проверю. Ага, тут не подходит способ оплаты. Хорошо, тогда ищу следующего человека, чтобы мне подходило. Вот еще один есть человек, который покупает криптовалюту через привод банк. Посмотрим, подойдет ли моя карта. Да, моя карта подойдет. Хорошо, еще раз проверю. Так, сделок у него много. И вроде все должно быть нормально. Поэтому я нажимаю еще раз на него. Беру, ввожу количество 23 доллара. И метод оплаты. Вот приват банк. Дальше. У него будет 15 минут, чтобы скинуть мне деньги на карту. Я нажимаю продать. Как видите, сумма в фиатной валюте 632 гривны. Нажимаю на продать. Так, что у нас дальше? Ожидание оплаты в течение 4 минут вообще. Хорошо, хорошо, хорошо. Все понятно. Я жду, когда человек переведет мне гривны на мою карту. Как только я получу гривны, то есть тоже будьте внимательны. Как только вам деньги приходят, только тогда вы нажимаете платеж получен. Если деньги вам в течение данного времени не приходят, то можете еще там подождать несколько минут. Возможно, у нас с банком какие-то проблемы. Но если средства не приходят, нажимайте на апелляцию. И тогда Binance разрулит ситуацию. Да, ребят, сейчас я подожду, когда деньги придут мне на карту. Нажму на платеж получен и покажу вам, наверное, скриншот, что как произошло, то есть с самого приватбанка. А сейчас ждем. Так, ребят, первый человек, которому я продавал криптовалюту, отменил транзакцию. Поэтому я сразу нашел второго и провел ту же манипуляцию. Деньги только что пришли мне на карту. И как видите, надо перепроверить, что я только что сделал, и нажать платеж получен. Я нажимаю платеж получен. Да, нажимаю галочку, подтвердить. Сейчас мне придет код подтверждения, что это действительно я. Так, подождем код. Есть. Раз, отправить. И все. Успешно продано 23 доллара. Деньги есть у меня на карте. Где-то скриншотик я прикреплю. Все. То есть получилось у меня, получится и у вас. Ничего сложного на самом деле здесь нет. Если данная инструкция была для вас полезной, то, как всегда, прожимайте лайки, подписывайтесь на другие мои соцсети. И всем, друзья, до скорых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...